Заниматься такой темой, как определять типы слов. Вот, допустим, представьте, у вас есть слово «длина шея е». Скажите, что вы можете сказать про это слово? Да, это одно из многих слов, вообще уникальных которых, имея три буквы «е» в русском языке. Да, это прилагательное. Как мы это понимаем? Не, ну, с точки зрения русского языка, да, мы понимаем, что эта штука отвечает на вопрос «какое?». А с точки зрения, если мы посмотрим на само слово? Да, у него окончание какое-то специфическое. Вот, и мы попытаемся с вами, вот то, что мы видим с вами, как люди, переложить на то, что понимается машиной. Вот, это первая часть. Вторая часть, это уже мы придем на более высокий уровень, когда у нас есть некоторый набор слов, которые мы даже знаем, какой части речи каждый из них является, и мы пытаемся из них сложить приложение. Да, ну, наверное, вы сталкивались с таким понятием, как грамматика. Грамматическое построение предложения. Вот, мы с вами тоже будем про это говорить, и про это мы будем говорить, по-моему, где-то во второй половине семестра. Мы, может быть, чуть раньше начнем. Хорошо, но спрашивается, если мы будем вводить математическую теорию, и вообще что-то попытаемся распознать, разделить, опознать, то вопрос «а как это связано с машинами Тюринга?» тоже понятно. Надо бы узнать. Так, вопрос на понимание. Кто помнит, что такое машина Тюринга? А, отлично. А с чего определение начинается? С формальным созданием. Ну, давайте попробуем ввести формальное определение машины Тюринга. Ага. Да, вот мне нравится уже набор. Это, короче, там шестерка каких-то непонятных буквок, которые что-то делают. Вот, если говорить неформальным, очень формальным языком, понятно, что каждый из этих штук можно как-то переложить. Ну и дальше, вот, после того, как мы поймем, что такое парсинг, как парсить тексты, мы будем думать, как это работает в компиляторах, в современных компиляторах. Я думаю, поскольку у нас часть лекций будет в виде презентации, там, значит, смотрите, давайте сразу по организации нашего рабочего пространства, я тут подумал, нам нужно выделить презентацию, там будут главные, основные идеи, и нам нужно выделить какую-то из этих досок в аудитории, в которой мы будем писать тезис на все пункты, которые есть в текущей лекции. Давайте определимся. Есть левая доска, есть центральная доска, есть правая доска. На какой доске мы это будем делать? Давайте проголосуем за левую доску. Ага. Так, за центральную. Ага. И за правую. Да, я заметил, что левая, центральная, правая. Да, ну, давайте можем чередовать, в принципе, каждую лекцию, посмотрим, как это зайдет. В общем, придумаем. Это вообще про что курс. Значит, и какие-то формальные доказательства я буду выписывать на доске. Вот, это важно. То есть презентации нам это такая подсказочка, а именно в какую идею смотреть. То есть я советую вам презентации использовать для, там, не знаю, подготовки к семинарам, контрольным, вот таким вещам, потому что это позволяет быстро голову освежить. А что же происходило на лекции. Вот. Вот. Это проект курс. Я надеюсь, может быть, у нас еще будут дополнительные семинары, на которых будет либо забота перед контролем, либо будут рассказывать дополнительные материалы, дополнительные темы. Там один из семинаристов хочет рассказывать про бесконечные автоматы. Может быть, я что-нибудь тоже приду и расскажу. Именно про практические вещи. Вот. Например, ну, чтобы раздекламировать курс, кто следит за версиями Python, за обновлениями? Ага. Какое одно из последних нововведений есть в Python 3.9 или 3.10? Я точно не помню. Там есть одно глобальное изменение, которое они сказали, как это гиллер фича. Можете погуглить. Но он связан именно с этим курсом. Вот. Давайте про… тогда, если у нас вопросов про курс нету, про систему оценивания. Значит, смотрите, форма отчетности у нас – это экзамен. Да, вы такие грустнулись, наверное, сразу опять забатывать предмет. У вас недавно сессия закончилась первая. Ну, смотрите, я вас немножечко обрадую, чуть-чуть. То, что те, кто любят работать в семестре, они могут получить половину своей оценки за семестр. Те, кто любят прийти, чисто заботать экзамен, экзамен тоже можешь прийти, офигенно зашарить экзамен, получить хор 5. Да? Но важно, экзамен все-таки надо сдать. То есть, экзамен является блокирующим. Значит, и теперь самое главное нововведение. Поскольку я являюсь лектором в этом году в первый раз, в прошлом году этот курс был полностью таким теоретическим, в этом году мы решили сделать следующую вещь. У нас будет два блока, два направления – теоретическое и практическое. Значит, чем они отличаются? Ну, давайте сначала, чем они схожи. У вас будет две контрольных по ходу семестра. Одна – это по темам первых семинаров, она будет приблизительно в начале октября месяца. И вторая – контрольная по остальным темам. Она будет у нас приблизительно в начале декабря. Что я хочу сказать еще? У вас будет еще сдача ДЗ, вы получили первое ДЗ. И в каждой группе сдача ДЗ будет происходить по-разному. Кто-то будет писать решение домашних задач, а кто-то методом случайной выборки будет тоже это делать, но, в принципе, рассказывать их у доски. Это у нас получается уже 19 баллов, можно из 30 за семестр так получить. А еще будет такая активность, как активность на семинарах – 3 балла. То есть вы можете выходить к доске, рассказывать решения, придумывать идеи, быть активным, получить за это 3 балла дополнительные. Но теперь главное различие. Значит, тут, к сожалению, на слайде не видно. Не видно, да? Что после колоквием написано? Да, практикуем. Значит, практическое направление заключается в том, что вам придется написать практическое задание. Оно будет связано либо с реализацией алгоритмов парсинга, либо с написанием вообще наивного интерпретатора языка программирования. Офигенная история. Советую. Я буду, так сказать, если говорить, курировать практическое направление, то есть задание буду по ним осваивать. И у нас еще одно нововведение в этом году. Ну, мы будем с вами сдавать колоквиум. Помните, что такое колоквиум? Ну, на Матане, наверное, в первом семестре сдавали. Я, правда, не помню, очный он у вас был. Он у вас очный был или заочный? Очный. Ну, значит, вы испытали это чувство. Значит, отличие в том, что для практического потока нужно будет сдать колоквиум, просто сказать, что я сдал его. Колоквиум будет оцениваться от 0 до 10, но для практического потока его важно только сдать. То есть он учитывается именно как сдача. Сдача там мини-опрос по теории. Ну, практический поток, это значит, что мы будем с вами делать практическую задачу большую в течение семи... А? Да, вы будете выбирать поток. Сейчас, секунду. В теоретическом колоквиум стоит 10 баллов. То есть вы его, по сути, сдаете как предварительный экзамен. То есть вам на колоквиуме могут еще дать порешать задачу на тему, ну, это как есть. То есть если вы совсем не любите прогать, то вам теоретическое направление, если вы хотите попытаться и что-то сделать, то вы можете сделать практический поток. Но сразу скажу, что если, скорее всего, вы будете уходить на курс по компиляторам, то логичнее выбирать практический поток сразу. Ну, но смотрите, вы думаете... Как вы думаете, до какого времени вам надо определиться? На контакте 5. А что, уже было видно, да? А, вам уже рассказали на семинарах, да? Ну да, но я тут до середины октября написал. За это время мы даем время на определение того, что вам больше нравится, и будет одна задачка практическая в домашнем задании. Вот, ее нужно будет сделать. Ну, и тогда вы поймете, хотите ли вы делать практику, либо хотите делать теорию. Так, это что касается системы оценки, да? А теоретически какие задачи? Или там не будет такого практики на большой задачи? Ну, пока не планируется. Может быть, что-то как дополнительная активность будет. Ну, как доп. баллы. То есть теория, это просто надо учиться, сдать колокольчик? Ну да, сдать колокольчик, но при этом колокольчик не будет гонять серьезно. То есть морально надо настраиваться на это. Вот, можете выбирать время. Ну, у вас есть время определиться. Потом мы запустим какую-нибудь формочку, Google форму, вы которой, вы это можете все узнать. Точнее, выбрать, сделать свой выбор. А там будет, получается, и устный ответ, и страх, и технический поток. Там стоит заколкаем три балла. Да, там будет устный ответ, но при этом не будет настолько затошный устный ответ. Я сразу скажу, по какой причине это было сделано, введение колокольчиков, вы, наверное, может быть, слышали в будущем, что вам придется государственный экзамен сдавать. По окончанию семестра. Ну, по окончании обучения, это будет в далеком седьмом семестре. Так вот, чтобы у вас из головы не выветрилось все то, что было по курсу формальных языков. Вот программа государственного экзамена, вот она ограничивается вот этим колокольчиком. То есть вы просто, по сути, закрепите эти знания, которые вы прошли. Ну, это, по сути, такое переложение из краткосрочной памяти в долгосрочную. Вот. Я думаю, что это вам поможет в будущем. Так. Еще вопросы. Да, кто ничего не заметил интересное? Сколько в сумме-то получается? 32, по-моему. Да, вам 32. Короче, 3 балла активности на семинарах – это как зубы мудрости. Вот. Можете набирать, можете не набирать. Вот. В общем, набрали больше – молодцы. Там, ну, чуть-чуть повысите балл, там, чуть-чуть совсем повысите его. Можно получить больше пятерки. Допустим, дальше, если экзаменатор будет сомневаться, что вам поставить, 7 или 8, да, за экзамен. Такой думает, думает, и потом смотрит, у вас там больше, чем максимум, он поставит total, а не whore. Вот. Это такая вот дополнительная фишка. Так. Что, по системам оценивания прошли мы? Давайте двигаться дальше. Значит, теперь по книжкам. Свисок литературы. Вы можете его записывать, можете не записывать. Значит, первое – это математическая теория формальных языков. Пентус – это, по сути, книга учителя моего учителя. Вот так вот. Вот. Может быть, он даже придет к вам на экзамен. Да. Значит, математическая теория формальных языков – это такой МГУшный учебничек, если есть в свободном доступе. Значит, второе. Аха Ульман – это классика жанра теории синтактического анализа, перевода и компиляции. Том 1, это 79-й год. Книжечка такая нехиленькая. Тоже, может быть, что-нибудь будем брать по ней. То есть их можно параллельно осваивать. Дальше у нас есть замечательная книга «Аха, сеть и Ульман. Компиляторы. Принцип построения и анализ». В ней нам понадобятся только первые несколько глав, если вы хотите читать, если вы хотите углубить свои знания, потому что забот всей этой книги – ну, это такое себе удовольствие. Значит, книжка по прозвищу Dragon Book. Да, я думаю, если что, если хотите найти эту книжку, можете вбить сразу в гугле Dragon Book и найти ее. Это из-за того, что по ней имеют тренды? А? Это из-за тренды? Нет, сейчас, давайте проверим. Вот почему Dragon Book. Так, возвращаемся. Вот. Это по книжкам. Да, и еще. Я, к сожалению, четвертую книжку не упомянул в слайдах. Вот у меня есть четвертая книжка. Это методическая Питерского госуниверситета. Языки и трансляции. Тоже можно полистать. Я, наверное, где-нибудь в перерыве ее оставлю там. Можно будет ее полистать. Окей? Тоже хорошая книжка. Я рекомендую. Что-то зашел в магазин, посмотрел. А что не купить-то? Вот и купил. Так, ну что, мы готовы с вами формально начать это? Курс наш. Это такое, болтологическое введение было. Но важное. Что, двигаем? Полехали. Значит, давайте вспоминать то, чему вас учили нам от логи. Кстати, тут можно как-нибудь проектор опустить? Право. А, вот оно, да? Господи. А, ёперный. Так, потому что я, кажется, что нижнюю часть вам так видно и не будет. Так, все. Супер. Итак, давайте вспоминать, чему вас учили нам от логи. Значит, нам, если мы хотим оперировать со словами, нам нужно сначала определить что-то куквы. Давайте определим алфавит как непустое множество, конечное множество, элементы которого мы будем называть символами. Вот. Алфавит у нас всегда будет обозначать буквой сигмой. Да? Там, давайте, не нужно определять, что такое слово. Ну, давайте определим. Слово — это, возможно, пустая конечная последовательность символов. Окей. Там на словах можно определять операции конкатенации. Так это когда мы две последовательности друг с другом пристыковываем. И можно определять отношение префикса и суффикса. Ну, можно писать математические определения. Я думаю, этим сталкиваться мы не будем. Итак, смотрите, сейчас мы будем писать интересную вещь, что такое сигма со звездочкой. Давайте мы определим ее двумя способами. Первое — это множество слов, состоящие из всех слов алфавита сигма, только сигма тут большая. Да? Тут опечатка. Значит, формальным языком мы будем называть некоторое подмножество всех слов. Допустим, мы могли... Русский язык, да? Это множество над каким алфавитом? Да, из 33 букв. Да, из 33 букв. Да, да, я. Мы можем определить там над латинским языком тоже. Английский язык, там латинский язык и всякое такое. Эти множества будут не совпадать. Мы можем определять бесконечное множество. Давайте подумаем, какое бесконечное множество мы с вами можем придумать. Натуральные числа. Да, вот для натуральных чисел. Скажите, алфавит какой будет? Цифра от нуля до 9. Да, множество натуральных чисел — это множество слов. Там важно только, что это... Там важно только, что эти слова не начинаются с нуля. Вот. В общем, можно много разных слов провести. Да, и еще обозначение. Всегда пустое слово мы можем обозначать эпсилоном. Это слово, в котором ноль символов. А еще одно важное определение — это конкоденация двух языков. Мы умеем конкоденировать два языка между собой. Это что такое? Это мы берем два языка, берем одно слово из одного, второе слово из второго. Точку, причем, смотрите, конкоденация — это операция точки. Поскольку точка — это умножение, мы ее будем скипать. Давайте пример какой-нибудь. Чтобы мы с вами понимали. Так, какую доску использовать? Давайте среднюю. Хорошо. Ах, ладно. Не придумали, к сожалению, систему освещения, товарищи оптики. Товарищи бы эффективно работали. Итак, давайте предположим, что у нас L1 — это A, B, C, там, не знаю, B, A, а язык L2 — это A, B и все. Давайте поймем, что у нас будет конкоденацией. О, я мел лучше нашел. Давайте в упражнение сделаем такое. Что будет конкоденацией этих двух языков? А, B, A, A. Так, А, B, A. А, B, A. А, B, A. Так, А, B, B. C, A, A. Ага. C, B. C, B. B, A, A, A. Ага. B, A, B. B, A, B. Вот. То есть, по сути, мы берем декартовое произведение слов и одно приписанное ко второму. Потом удаляем повторение. Вот. Это просто нам нужно будет это определение, поэтому я на нем хочу акцентировать внимание свое. Так, двигаем дальше. Итак, значит, кстати, давайте еще скажем, что сигма можно представить как множество символов, а можно представить как множество слов длины 1. Понимаете почему? Почему алфавит является множеством слов длины 1? Ну да, мы можем их смотреть, а они, это не одно и то же, но мы их можем отождествить. Так вот, давайте согласуем определение и докажем первое утверждение с вами в качестве разминки. Давайте докажем, что множество слов всех алфавита — это объединение по G от нуля до бесконечности сигма в степени G. Значит, сигма в степени G — это, давайте где-нибудь, наверное, слева напишу, что L в катый, это мы будем определять вот так. Так, L умножить на L, умножить на L и так далее, L расконкатинированное. Итак, давайте подумаем, что мы можем сделать. У нас есть с вами вообще два множества. Давайте вспоминать. Как мы доказываем, что два множества равны? Да, мы доказываем следующее, что одно подможество второе, а второе подможество первого. То есть нам нужно доказать первый факт вот такой вот, а второй факт в обратную. Так. Итак, ну давайте подумаем, в какую сторону проще доказать. Да, второе проще доказать. Как мы это доказываем с вами? Как мы это можем доказать? Да. Да, смотрите, значит, сигма звездочка — это все слова конечной длины. А если у нас слово какое-то лежит в сигмакатом, да, то это тоже является словом конечной длины. Да, смотрите, главное, чтобы понять, что я тут не очевидную, не сказала, практически очевидную вещь, но ее нужно уточнить. Мы берем произвольное слово, которое лежит в объединении, да. Если оно лежит в объединении, то у нас существует такое k, давайте напишу, значит, v принадлежит объединению, значит, существует такое k, что слово v принадлежит сигмовкатой, да. v принадлежит сигмовкатой, а сигмовкатой это у нас с вами… там, сейчас, давайте… vкатой тогда слово из k символов, значит, v лежит у нас в сигма со звездой. v. Это в одну сторону доказательства. А во вторую, в обратную сторону как будем доказывать? v. Есть мысли? Да, рассмотрим слово w. Пока что у нас? Да, значит, обозначим k, двоеточие равно, как длину слова v. Ну и тогда нам хочется сказать сразу, что тогда у нас v лежит в сигмовкатой. v. Но почему… Давайте вот вообще будем занудами и спросим, почему так делать нельзя. Кто понимает, где тут вот тонкое место есть? Ну, в пустом… Нет, там проблемы нет в пустом слове. Давайте формально. Нам нужно на самом деле доказать следующее утверждение. Что-то для любого слова v. Нам надо доказать, что любое слово, которое лежит в сигмовкатой, имеет длину k. А? Там же пустой слово. В смысле? Ну… Не-не-не, ну тут у нас именно конкотенация будет из ка символов. Сигма – это алфавит. Да. Ну, смотрите. И тут на самом деле у нас всплывает одно, один важный факт. Одно важное слово, которое вы задолбетесь от меня услышать по ходу этого курса. Это слово называется индукция. И тут идет индукция по k. Так, давайте скажем, база чему равна? База k равно 0. Тогда что у нас? Ну да, v тогда лежит сигма в нулевой. Да, давайте формально определим сигму в нулевой пустое множество. Слово из пустого символа. Да, его длина равна нулю. Так, давайте еще одну базу. k равно 1. Ну, тогда слово принадлежит сигма, и его длина равна 1. Переход. Давайте сделаем от k k плюс 1. Что нам нужно сделать? Ну да. Ну да, ну смотрите, давайте мы для любого слова доказываем. Возьмем слово v. У него u будет лежать сигма в катый, а a лежит в сигма. Да? Значит, v принадлежит сигма в катый плюс 1. Ну и тогда мы понимаем, что по предположению индукции длина u равно k, длина a равно 1. Значит, длина ua равно k плюс 1. Да? Вот кажется, вот давайте сразу просуммируем. Кажется, что у нас есть какой-то очевидный факт. Да? Вот, вот, вот этот вот. Где, где он у нас был? Вот этот вот. Ну вот, и его нужно показывать. А, ну да, только мы, смотрите, еще один подвох. Какой? Мы в другую сторону доказали. То есть тут нужно еще и переход в обратную сторону сделать. Ну давайте... Как это можно сделать? Нет, тут можно без индукции. Но смотрите. Пусть у нас v равно w1 и wk. Ну слово же из ка символов состоит. Вk принадлежит сигма. Тогда что мы можем сделать? Ну, тогда мы можем сказать, что v1 принадлежит сигма, v1, v2 принадлежит сигма в квадрате и так далее. v1, vk принадлежит сигма в катой. Ну, то есть у нас взяли произвольное слово, разбили его на буквы и дальше, используя эти буквы, мы получаем, что она будет лежать сигма в катой. Именно по определению конкотенации языков. Вот так. Понятен ли этот вот факт? Да? А пустое сигма в алфавите? Нет, он не лежит в алфавите. Он отдельно от алфавита. Он отдельно от алфавита. Это просто для нас обозначение, что это пустое слово. Так. Хорошо. Кто был... на семинарах понимает, зачем мы этот факт доказали? С вами. Видели ли вы уже подобную конструкцию в виде объединения и всякого такого? Вы были на семинаре? Да, мы там определяли такую вещь, как итерация клини. Вот эта вот история и есть итерация клини. То есть механизм, который нам позволяет что-то зацикливать. Вот. Как только мы это все дело зациклим, мы можем с вами генерировать слова бесконечной длины. Ну, точнее, не слова бесконечной длины, а множество языков, у которых бесконечное количество символов. Вот. Давайте, если я правильно помню... Да, это вот более краткое доказательство этого факта. Вот мы его обсудили. Итак, давайте я предлагаю вот сейчас сделать перерыв на 5 минут буквально, потому что сейчас нужно немножко освежиться, там окошки проветрить, всякое такое, и потом мы именно уже введем с вами первую тему, в которой мы будем двигаться. Сейчас мы переходим к первой конструкции теории формальных языков. именно то, как понимают, распознают языки компуктера. Значит, смотрите, мы вводим следующее формальное определение. Значит, вот. Догадываетесь, почему я спросил, что такое машина Тюринга у вас? Да, вот там была шестерка символов, вот здесь пятерка символов. Давайте подробнее с вами разбираться. Я ее выпишу на доске, чтобы она была видна. Давайте смотрите, недетерминированный конечный автомат. Это пятерка, которая состоит из Q, которую мы будем называть множество состояний. Важно, поскольку мы эту штуку закидываем в компуктер, ее множество должно быть конечным, потому что компьютер не умеет работать с бесконечными символами. Сигма — это у нас алфавит. Буковки. Оно будет как-то оперировать с буковками. А дельты — это у нас множество переходов. Значит, давайте понимать, как это выглядит. Вот, значит, смотрите, состояние мы будем обозначать кругляшочками. Сигма — это будет буковки, ну это понятно. А вот это, смотрите, дельта — это подножество Q на сигма со звездой на Q Декартова. У кого есть мысли, что это такое? Да. Да, это переход из одного состояния в другое состояние. Только не по букве, а по слову. Да, ну допустим, там, не знаю, Аббаб пусть будет. Тут, по-моему, как раз у Аббана в альбом вышел недавно. Вот вспомним их. Впервые за 40 лет. Вот. Значит, Q0 — это стартовое состояние. Q0 мы с вами будем обозначать вот так вот. Вот это Q0. Стрелочка из ниоткуда. Ну, по сути, это такой вход в наш автомат. И F — это множество завершающих состояний. Кто бы мог подумать в современности, насколько круто это обозначение? Ну, любители смотреть стримы меня поймут. Значит, F — это помножство завершающих состояний. Значит, смотрите. Сразу скажу. В компьютерных обозначениях, в обозначениях теха, они обозначаются вот так вот. в человеческом обозначениях, в человеческом обозначении они обозначаются вот такое вот чудо-юдо. Знакомьтесь. Это животное класса недетерминированный конечный автомат. Значит, давайте поймем, что мы видим здесь на этой картинке и давайте расшифровывать. Что такое Q множество? А, да, это Q0, Q1, Q2. Хорошо. Сигма. Да, алфавит здесь AB. Так, дельта. Ну, давайте перечислим, какой они. Да, смотрите, как это пишется. Q0, A, Q0. То есть, из Q0 по A мы переходим в Q0. Давайте еще что-нибудь. Q1 в Q2. Да, Q1 в Q2. По какой букве переходит? По слову. По пустому слову. И так далее. Так, а F чему равно? Q1, Q2. Вот, теперь давайте подумаем. А? Да. Ну, смотрите, давайте поймем. Мы можем из Q0 по Q1 дойти до B. Мы обязаны завершать. Так мы на Q2 не можем завершать состояние. Но мы можем его пройти мимо. Да, важно. Мимо завершающих состояния можно пройти мимо. Так же, как на автобусе можно проехать мимо обстановки. вы уже начинаете догадываться, что нам нужно. Вот у нас есть какое-то слово на входе, да? Как понять, что оно распознается этим автоматом? Да, смотрите, нам по стрелочкам надо зайти из начального состояния в какое-то завершающее, причем прочитать все слово целиком. Вам не кажется это определение слишком неформальным? Что такое целиком, что такое путь и так далее? Давайте это формально теперь будем определять. Кстати, один важный момент, что у нас из Q2, давайте я мышкой покажу, мышка видно? Вот, смотрите, из Q2, вот тут на стрелочке написано А и БА, да? На самом деле это означает, что есть стрелочка из Q2 по А в Q1 и из Q2 по БА в Q1. Просто мы так делаем дублирование, ну, чтобы стрелки лишние не рисовать. Вот, давайте теперь формально определим картинку достижимости. И тут мозг обычного человека начинает сломать, ломаться, значит, нам нужно ввести такое понятие под названием конфигурация. Это или это пара, состоящая из состояния и слова. Смотрите, что это значит. Это значит неформальное определение, что мы находимся в состоянии Q, в каком-то Q, и нам осталось прочитать слово W. То есть, допустим, давайте как раз на этом примере. Вот, какое слово у нас, допустим, распознается. Мы с вами уже начинали говорить. А, B, A, B, A, B, A, B. Вот, смотрите, значит, на входе у нас в автомате всегда будет такая вещь. Q0, A, B, A, B. Мы хотим прочитать, мы хотим прочитать слово A, B, A, B, это значит, что мы в состоянии Q0, и нам осталось прочитать слово A, B, A, B. Осталось прочитать, а не шутеряк. Давайте дальше подумаем, давайте двинем дальше. Какое первое ребро у нас будет? A, мы прошли по Q0, прочитали A, значит, что нам должно остаться после этого? B, A, B. Так, дальше. Да, Q1, A, B. Угу. и? Да, а что останется нам прочитать? Пустое слово. Вот, и теперь смотрите, мы вводим специальную штуку, штопор, это называется отношение достижимости. Теперь давайте формально его определять, потому что все эти операции на самом деле неформальны. Теперь формальное математическое определение. Тоже вы это много услышите. Значит, штопор — это наименьшее рефлексивное и транзитивное отношение над этим множеством. Куна, сигма со звездой. Такое что? Первое. Для любого слова, если оно находится в переходе из q1 в q2, то тогда мы можем, по сути, из этого состояния прочитать слово w, перейти во второе, оставить epsilon. То есть, смотрите, мы могли не только для стартового состояния это определять, вообще для любого. То есть мы могли бы, допустим, писать пару q1, там, запятая b, 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 b. Но, правда, мы бы никуда не сдвинулись. Второе. Это другая важная вещь. Значит, для любых слов u и v можно сделать такую историю, что если мы из q1 можем прочитать слово u, дойдя до q2, и из q2 прочитать слово v, дойдя до q3, то мы можем, по сути, сделать так. Так, из q1 взять слово u и дойти до состояния q3 и прочитать epsilon. То есть это такое требование. И третье. А что третье делает? Давайте поймем. Что если для любого слова w, что если для любого u у нас выполняется отношение, то для любого v мы можем что сделать? Ну, приписать справа всякую фигню, ну, типа она нас будет ожидать потом, ну, и это. И потом мы с ней как-нибудь разберемся. Вот. Давайте подумаем, что нам дает каждый из этих свойств определения. Я предлагаю разобрать на этом примере. На примере вот этого автомата. Как мы эту штуку построим? Давайте вот выпишем первые соотношения. Ну, вот. Смотрите, у нас был переход из q0 по, почему там, по а в q0. То есть у нас есть вот такая вот вещь. Это поскольку у нас есть переход. Дальше у нас есть определение из, что у нас? q0b в q1 epsilon. И. Итак, погнали. Вот это вот из какого свойства мы получаем? Из этих трех. Вот этот переход. Из последнего, который нам позволяет записывать все в конец. Ну, остальные из каких получаются? Да, второй тоже из последнего. А вот это? Ну, это из первого. Ага, хорошо. А вопрос, почему мы можем теперь написать вот такое? Такую вещь. Из q0 abab q1 epsilon. По какому свойству? Можно по второму? По второму? По второму не отпечатать сам конец. А? По второму не отпечатать сам конец. Не, не, не. Не, не. А, да, ну там это, штопор должен быть. Какое из свойств на доске нам позволяет вот это написать? Может, не свойств. Что в определении давайте уточню? Да, транзитивность. Нам транзитивность позволяет написать вот эту вот историю. То есть, ну, как вы думаете, какое упражнение можно подумать? Можно подумать, кстати, на тем, нужно ли второе свойство. О, тоже хорошее упражнение. Так, ну и давайте теперь вот с этим свойством понятно, что такое штопор. Просто он обычно вот дает непонимание всей этой картинке. Окей. А теперь определение. Язык распознаваемый автоматом. Это множество всех слов, для которых существует завершающая вершина такое, что из слова Q. Из конфигурации Q0 и слова в начале мы можем получить конфигурацию Q и эпсилон. Вот это вот, по сути. То есть, если вот это вот у нас выполнено, то мы можем сказать, что ABAB принадлежит языку, задаваемому этим автоматом. То есть, вот, теперь вот смотрите, формально мы определили, что значит начать в стартовой вершине, прочитать все слово целиком и дойти до завершающей вершины. Да, 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 есть несколько способов прочитать слово, и это тот еще геморрой. И с этим мы с вами тоже будем разбираться. Если успеем сегодня, мы успеем, посмотрим. Так, определение НК, недетерминированного конечного автомата, понятно? Все, хорошо, зафиксировали. Вот, вы будете очень много недетерминированных конечных автоматов строить. Да, и тут появляется определение автоматного языка, что язык называется автоматным, если существует такой недетерминированный конечный автомат, что язык, распознаваемый этим автоматом, совпадает с и текущим. Вот, это важное определение, его нужно запомнить. Так, ну мы, кажется, поняли, вот, тут примерно на слайде есть, что АББА распознается автоматом. Будем смотреть его? Ну вот, вот тут такая же примерно вот цпочка, которую мы с вами рисовали. Ровно такая же. Будем разбирать или двинем дальше? Да, давай, да. Мы его делаем, у нас как-то последний шаг по 1 АБ. Мы могли, откуда получается, мы решили по 1 АБ. Да, да. Да, и могли бы мы с АББ перейти, сохраним по АБ. Ну могли. То есть мы получили просто другой путь? Ну да. Там никто нам не запрещает использовать несколько путей. Вот, смотрите, пример, значит, КУ-0, теперь слово АББА. Смотрите, мы берем из КУ-0, проходим по А, пишем КУ-0, остается ББА на входе. Потом Б, читаем Б, опять же, можно это формально написать. Переходим в КУ-1, остается БА. Дальше интересно. Нам нужно прочитать БА, но каким образом мы можем прочитать БА? Через пустой символ. Нам нужно из КУ-1 по пустому слову перейти в КУ-2, то есть у нас со входа ничего не съедается. Мы в КУ-2 получаем, нам остается прочитать БА, и после того, как мы из КУ-2 берем и читаем БА, мы переходим в состояние КУ-1, и все, он ГГВП. Слово прочитано. Значит, у нас АББА принадлежит языку, распознаваемому автоматом. Тут, смотрите, еще можно попытаться сделать формально математическое, точнее, описание этого языка, но давайте делать это не будем, потому что, мне кажется, мы с этим до конца лекции, иначе не справимся. Да. Чего-чего? Что-то я затупил. Да. Ну, нет, это то, что мы не завершаем с кодем, мы завершаем в состоянии КУ-1. Почему мы это можем сделать? Потому что нам осталось прочитать пустое слово. Не, а что? А? Не, 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 вот мы не с пустым словом, вот. Это вот по сути означает то, что нам осталось прочитать. Да, а как мы переходим, это уже другое дело. Ладно, я думаю, мы можем это потом еще обсудить, я думаю, вы можете пойти и спросить. Так, товарищи, вот давайте поймем, нам с этим зверем удобно работать, программировать этого зверя? Нет. Нет, по какой причине? Ну да, но что-то тут нам вращаться, у нас какие-то тут пустые слова, есть, есть переходы многобуквенные. А это вот представляете, вот, давайте с точки зрения программирования, из КУ-2, да? Вот мы можем пойти по А и по БА. Вот для каждой вершины тогда что нам нужно хранить, чтобы хранить переход? Да, нам нужно сет хранить. Но что-то сет хранить это жирно, да, там. Ладно, если у вас там набор слов еще небольшой, там можно как-то это все, но если набор слов большой, перебор делать, ну такое себе. Там хоть логарифм, хоть константа, но это начинает нам дико убивать. Плюс еще непонятно, как вообще по слову определить, лежит ли оно в автомате. Да, это нам нужно, ну, какую-то дичь делать. То есть все пути перебирать, может быть, в экспоненту удолбимся. Поэтому давайте упрощать. Первое утверждение, которое есть, мы можем автомат наш упростить, сделать такую историю. построить автомат, в котором ровно одно завершающее состояние. Да. Смотрите, что значит можно считать. Давайте запишем. Это... Значит, давайте я тогда это перелистну, это на другой слайд. Значит, утверждение. Для любого L автоматного существует НКА М штрих равно Ку штрих сигма дельта штрих Ку ноль штрих F штрих такой, что L от М штрих равно L и мощность F штрих равняется единице. То есть для любого языка, для которого существует НК, на самом деле существует недоприминенный конечный автомат, в котором ровно одно завершающее состояние. Ну, давайте у кого-то, может быть, есть мысль, как это сделать? Можно из всех завершающих стояний делать еще одно и из всех завершающих выстерегнулся и все равно. Да, именно так. Давайте формально это сделаем. Это идея доказательств. Добавляем завершающее состояние на замену остальным, добавляем эпсилон-переход из предыдущих завершающих в новое. Вот давайте теперь формально определим. Так, давайте поймем. Я тут пишу, вот кому не видно мою руку? Указатель. То есть могу ли я здесь писать? Да, давайте на это стране. Язык распознаваемый автоматом М-штрих. Мы дали язык. Хорошо, давайте построим. Значит, первый факт. Доказательства. Значит, L автоматный. Существует, значит, существует NKa n q-сигма-дельта-q0 f такое, что L от M равно L. Обозначим Q, построим M-штрих вот таким вот образом. Значит, давайте введем новое состояние qf, алфавит оставим таким же, дельта-штрих определим дальше. q0 оставим таким же, а f из чего сделаем? Да, f сделаем qf. Так, хорошо. Множество из qf. Мы вводим новую вершину, новое состояние qf, q с литералом f и объединяем его с текущим. Ах, ох уж этот скобочный баланс. Да, спасибо. Так, сейчас, может быть, я мел покручусь найду. Итак, давайте дальше. Дельта-штрих как определяем? Это дельта объединить с следующим множеством. q ε переходы в qf, где q у нас принадлежит f. Итак, что нам нужно показать, чтобы доказать это свойство? нам нужно показать вот этот факт. Нам нужно показать, что два множества совпадают. Хорошо, а как мы это можем сделать? Ну, поехали. Значит, покажем, что l от m является подможеством l от m штрих. Что? Значит, рассмотрим произвольное v, которое лежит в l от m. Тогда из этого мы можем что сказать? Что существует q из f такое, что q0 v выводится q ε? Есть такое? Что повторить? Вот, как мы включение доказываем одно в другом, вот мы сейчас будем делать это как раз. Я пишу, что если у нас слово лежит в автомате, то существует такая завершающая вершина, что вот это. Это чисто по определению автомата. Дальше. Но что мы знаем с вами? Давайте напишу вот так вот. q ε. Давайте я буду надстрелочкой писать в автомате в каком? В автомате в m' переводят в qf. df определение. Давайте сокращение. это. Глоссарий сокращений. Значит, df это определение, th это теорема, l, m пусть будет, у нас будет лемма. Значит, смотрите, из q по ε переходит в qf. Из этого на самом деле мы можем написать из определения что пора. Вот такую вещь. q ε выводится qf ε в автомате m' Давайте будем сверху писать. Но тогда что мы можем с вами сделать с этой штукой? Тогда мы можем сделать вот такую вещь. q0v уже в автомате m, ну и по сути в автомате m' одно и то же, потому что у нас эти состояния есть. Выводится q ε, а это в m' выводится из qf ε. А это как раз и значит, что у нас v принадлежит l от m' штрих. Ага, получилось формально доказать вложение в одну сторону. m и в скобочках m' тем самым я подчеркиваю, что это поскольку у нас переходы в автомате m, которые у нас зафиксировались, такие же, как и в m' штрих, то мы можем здесь вместо m написать m' и ничего не поменяется. Так, давайте в обратную сторону. В обратную сторону я, наверное, картинку нарисую, чтобы было понятно. значит, смотрите, вот у нас есть qf, есть путь какой-то из состояния q0. Значит, каким на этом пути будет последний переход? Да, обязательно будет переход по epsilon. Тут какой-то будет q-штрих, которая лежала в их конечном автомате. Вот, давайте теперь, зная это, докажем переход в обратную сторону. Значит, смотрите, v принадлежит l от m' штрих, значит, у нас существует такая, ну, существует даже не надо писать, мы можем сразу написать, что у нас из q0 по v переход в qf по epsilon. Да? Но так как в qf мы можем добраться только по epsilon переходу, то у нас возникает такая картинка, что существует некоторый ребро q-штрих, что q0 v лежит в q-штрих epsilon, выводится это qf epsilon. Причем это делается ровно за один переход, за один шаг. Какой вывод мы из этого можем сделать про q-штрих из того, что мы за один шаг дошли до qf? Да, это значит, что q-штрих лежало f, и тогда из вот этой вот штуки мы получаем, что в автомате m мы спокойно доходим до в автомате m, это значит, что v лежит valet m. Вот такое вот формальное доказательство этого факта. Да, я только сотру тут. Ну, а неформально, вот то, что на слайде было написано. Понятно ли доказательство? Слишком формально? Слишком. Ну, хорошо, может быть, будем чуть-чуть вскипать эту историю. Давайте двинемся дальше. Второе упрощение. Второе упрощение состоит в том, что я опять забыл скобочный баланс, ну да ладно, что для любого автоматного языка существует неинтерминерный качественный автомат, в котором что мы можем сказать про переходы? Ага, давайте подумаем, как мы это можем сделать. Да, давайте я вот это не буду формально показывать, я просто покажу, как это делается. То есть у нас есть переход ABC, мы из него делаем переход по А, переход по В, переход по С. То есть делаем две новых вершины. Формально надо написать, что мы расширяем множество вершин и заменяем все многобуквенные переходы на однобуквенные. Но давайте этого делать не будем, потому что иначе у нас мозг взорвется от индексации. Там если что попросят, если какой-то факт попросят доказать, попросят написать формально, тогда да. Вот, идея разбивка на пересадочные пункты. Итак, замечание. На самом деле эти два доказательства можно объединить. Эти два факта можно объединить. То есть одновременно ровно сделать только одно завершающее состояние и все переходы сделать не более чем однобуквенными. Давайте поймем, какой факт лучше сначала употреблять. Да, сначала делаем не более чем однобуквенные переходы, а потом мы делаем одно завершающее состояние, потому что в одно завершающее состояние мы добавляем переход только по пустому слову. Итак, ура, мы дожили до первой теоремы с вами. Оказывается, что пустые переходы можно убрать. Вот. И тут вот что нам нужно сделать? Нам нужно понять, что делать с пустым переходом. Вот смотрите, давайте сделаем вот такое обозначение. Дельта от QV будем обозначать множество вершин, Q' такое, что из QV можно добраться до Q' V в конфигурацию. Что это означает? С точки зрения определения наших. Что означает, что мы перешли из одного состояния в другое, ни с одной конфигурации в другую, при этом мы оставили такое же слово. Да, это по сути множество вершин, достижимых из вершины Q' по пустому слову. Вот, нам это нужно просто будет. Да. Ой, что-то я не то написал. Пустое слово прочитав. А, не-не-не, стоп, 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 стоп. Короче, давайте опечатку поправим. Давайте я сейчас дам формальное определение. Где написать? На центральной доске? Нет, это значит множество вершин, в которых можно дойти по слову V. Я что-то сначала одно набирал, потом второе набирал. Значит, смотрите. это множество таких вершин Q' что Q' Q' E' E' Вот так вот. И тогда вроде мы совпадаемся с определением, которое в ответе указано. Я просто сразу скажу, что мы будем пользоваться сейчас вот таким дельта от Q' это множество слов, из которых можно дойти по пустому слову от текущего множества состояния, по которым можно дойти из Q по пустому слову. Итак, теперь давайте доказательства. Мы сразу считаем, что у нас все переходы не более чем однобуквенные и делаем следующую вещь. Мы делаем F' штрих, а множество завершающего состояния такое, что это те вершины, из которых до завершающего состояния можно попасть по пустому слову. Да, то есть у нас вот смотрите, вот чтобы было показательно, вы на семинарах будете очень много раз делать. Значит, у вас есть такая картинка. вот у вас вершина, ε, завершающее состояние. Вот скажите, с учетом того, как мы определяем F', завершающие состояния будут какими? Вот здесь вот какие завершающие состояния будут? Все три? но тут вы можете сказать, наверное, что-то будет лишнее. Вот. И дальше это первая картинка. Вторая картинка заключается в следующем, что давайте возьмем и посмотрим на такой переход. все переход такого вида. Как эта картинка преобразится? Какие ребра остаются? Ну да, во-первых, остается вот эта ребра и будут добавляться вот такие ребра. То есть мы должны пройти по ε какое-то количество раз и потом проходим по букве А. Ну, замыкаем по сути наш путь. То есть если мы идем сначала по ε, потом идем по ребру, то мы можем делать такой скип. Но как раз это нам позволяет убрать здесь все ε переходы. Огось. Теперь давайте попытаемся это все формально показать. Значит, нам нужно показать, что если у нас существует путь от стартовой завершающей вершины в состоянии в автомате M, то существует завершающее состояние в автомате M' и наоборот. Вот давайте теперь формально проделаем. Так, да, давайте не вешаться. Попытаемся не вешаться. смотрите, формально что делать? Мы разбиваем наше слово на буквы и тогда у нас есть как раз переходы, в которых эти буквы съедаются. И это формально вот тут написано. После того, как мы эти буквы съели, то есть вот они переходы из Q1 в Q штрих, видите, буква съедается. Поскольку до этого у нас буквы не съедались, то здесь у нас пустые переходы. Здесь опять вторая пустые переходы сделали переход по одной букве и так далее. И дальше из состояния Q1 штрих мы можем перейти в состояние Q до конца слова. Теперь давайте подумаем. В новом автомате что это нам делать? Давайте я попытаюсь картинку. Вот, вот эта картинка. Что с этой вещью можно сделать? В новом автомате. Вот, смотрите, вот, давайте я мышкой покажу. Вот этот вот переход, да, вот эти переходы по зону. Переход по зону, что мы с ним можем сделать? Мы можем дальше мы пойдем в состояние Qn' а Qn' какой у нас будет? Давайте нарисую, вот, то есть у нас вот это Q1' вот это у нас Qn' тут epsilon переходы идут до конца. Вот здесь вот этих вот ребят мы замкнули. А что про вот эту вершину мы можем про вот это состояние сказать? оно будет новым завершающим. Тем самым мы по сути с вами научились доходить до завершающего состояния в новом автомате. Давайте в следующий раз как раз мы с вами разберем формально обратный переход и продолжим автоматизировать наш упрощение автоматов все